Бычок, ты пойдешь, нет? Или что, я проеду, да? Давайте я проеду, вы потом проходите. Ой, они боятся? Вы что, бояки? Места, конечно, заповедные, реально заповедные места. Вот у нас только что исполнился юбилей. Тысяча километров на одноме, три тысячи километров. Я проехал на своем сетикоком меньше, чем за месяц. Здорово, народ, всем привет. Наступило утро девятого дня путешествия. Несмотря на то, что мое путешествие предполагалось как трехдневное. Полдесятого утра я выхожу на улицу, чтобы найти свой самокат. Очень надеюсь, что он целости и сохранности пережил эту ночь. И буду у него загружать вещи. Сегодня предстоит длинный путь. Больше двухсот километров. Я понимаю, что никак его не проеду. Но вдруг будет какое-то чудо, и я все-таки смогу. А вот мой самокат стоит. Видите, я спрятал его в траву. Сейчас мы к нему подойдем, посмотрим, на месте ли у него колеса. И главные батарейки. Потому что что-то затупил батарейки. То можно было снять и вынести в номер. И, ну, короче, вот что-то я тормозну. Вот у меня окно. А нет, вот то вот. Вот, давайте же проверим. Колеса на месте. Удлинитель, батарея. Блин, я даже куртку тут оставил ночевать. Ну, я дал. Солнце уже светит очень мощно. И вода высохла. Здесь сверху была вода. Но не от дождя. А от того, что конденсат. И здесь вот еще полчаса назад тоже вода была. Такой слой я из окна видел. Очень жаркая погода. А ночью было всего плюс 9 градусов. Прикидывайте, ребята. Ночью плюс 9. И сейчас уже 25. А днем будет, соответственно, еще теплее. Да, кстати, вот у меня все-таки первый фатал произошел. Блин, вчера он еще держался. Все-таки сломался полностью. Отвалился поворотник. Ну, надо отметить, что он сразу же, в принципе, когда я этот самокат только получил мою и распаковывал его из коробки СДЭКа, из обрешетки. Этот поворотник уже на соплях держался. Но тут он совсем решил отпасть. Сейчас его починю, примотаю синей изолентой. Ну, так проверим, он работает вообще? Ну, он работает пока, да. По какой-то причине вот эта резиновая штука, которая должна быть гибкой, она вот в этом месте отвалилась. При том, что она гибкая. Так вот ее хрен сломаешь. Она не ломается. А вот здесь вот, может быть, это производственный брак был или что? Потому что с правой-то. А, у него тоже в этом месте, смотрите, трескается. Да, значит, это все-таки производственный брак. Давайте задний глянем. А вот задний вообще в идеале. Ничего тут не произошло. Так, посмотрим. Да, и левый тоже. Или у них разная конструкция? Да нет, они одинаковые. Ну, вот сейчас достану изоленту. Я всегда люблю утро, ребята. И мне однажды один доктор несколько лет назад рассказал, что качество жизни человека и состояние его здоровья можно определить по тому, как он относится к утру и к весне. То есть, если человек радуется утру, то это значит, что он здоров. Прикиньте, да? Это реально факт. Железная дорога очень сильно шумит. И выдвигаюсь на выезд из населенного пункта Шаля. Солнце светит мне в спину. И сегодня половина дороги будет светить мне в спину. Соответственно, будет все очень хорошо видно. Но, наверное, придется потеплее все-таки одеться. Потому что ехать я буду долго. Даже пока не решил, где у меня будет промежуточная остановка для зарядки, я накидал все крайние пункты, в которых точно надо будет зарядиться. Но, как вы уже поняли, мне сегодня надо проехать 210 километров. И с одной-то зарядки их точно не проехать. А две полные зарядки у меня не получится. Потому что по времени штатная батарея заряжается очень долго. 8 часов. А быстрой зарядки у меня нет. Так, здесь где-то мне надо повернуть налево. Вот, видимо, вот здесь. Так. Вот я так понимаю, что здесь, да? Девочка переходит дорогу. Смотрите, какая грамотная. Молодец, молодец вообще. Пешком. Вот, ребята, так и надо. Не на самокате пролетать по тротуару, а пешочком. Или велосипед. То есть с собой спешивайтесь и несете его с собой. Тоже здесь есть горы, перевалы совершенно неожиданно. После того, как я выйду из населенного пункта, будут сплошные леса, поля. И следующий пункт назначения, до которого мне нужно доехать без остановок. Я имею в виду без каких-то остановок длительных. Так, чисто воды попить, пофоткаться. Это деревня Корзуновка. И там будет грунтовая дорога. То есть сейчас вот асфальт закончится. И до Корзуновки будет 60 или 65 километров грунтовки. О, кстати, смотрите, какой туннель. И там корова в нем стоит. Видели под железной дорогой туннель? Мне нужно проехать без остановки. А там дальше уже посмотрим, как вообще самокат будет чувствовать себя после грунтовки. Я, видите, та дорога, по которой я планировал ехать. Мне все дружно сказали, что не надо туда ездить. И езжай вот лучше вот здесь. В принципе, этот вариант тоже хороший. Потому что, смотрите, в чем дело. Вот по этим местам я точно не планировал ехать. И тут мне будет все новое и интересное. Я этот маршрут посмотрел только вчера вечером, накидал. Это будет еще интереснее. Прямо тут-то я совсем никак не ожидал оказаться. А тут как бы вот, получается, посмотрю вот эти места тоже. Вагульское участковое лесничество. Вагульское, это, видимо, Вагулка. А, да, Вагулка тут будет такой населенный пункт. Шалли здесь заканчивается. Видите, перечеркнутый знак. Все, разгоняюсь, включаю круиз. И поехал. Поехал. Помп назначения едет мне навстречу. Я слышу звук мопеда. А, это не мопед, это мотоцикл. Иж. Ой, сколько от него дыму. Интересно, догоню его сейчас или нет. Нет, все равно в ту сторону. Погнали. Так. Нет, он, наверное, едет где-то 50-60. Я столько ехать не буду. Ну, хотя сейчас посмотрим. Вон он далеке дымит карбюраторным двигателем. Синий дым такой за ним. Красавчик вообще. Тайга становится все глуше и глуше. Смотрите, я двигаюсь. Я двигаюсь под гору. И как будто погружаюсь в эту тайгу, которая меня обступает со всех сторон. Вот, смотрите, деревья начинают появляться с желтыми листьями. Скоро на Урале начнет наступать осень. Она уже наступает. Через неделю будет 1 сентября. Да, даже меньше уже. Им начнется сезон дождей и холодина. А сейчас у меня есть последние два дня, чтобы насладиться вместе с вами видами уральской предосенней природы. Насладиться теплой погодой. Реально теплой погодой. И новыми видами. Новыми городами, селами, деревнями, дорогами. Я не знаю. Я понимаю, что это сложно, дорого, что далеко не каждый может себе это позволить. Так, Юрмыс. Указатель Юрмыс, видите, как утрамбовали буквы, да? Я понимаю, что не каждый может себе это позволить. И я очень рад вот этой ситуации, что у меня получилось отправиться в это путешествие. И что я сейчас продолжаю это делать. Продолжаю путешествия дальше. Ребята, это нереально круто. Это вот просто вот. Вот так вот. Населенный пункт Бизь. Так и называется. Да, я ничего не сократил. Вот. Бизь. Да, тут асфальт становится прямо не очень. Кто-то что-то еще продает. Срубы. Ну, в основном срубы, да. Так, по сути, это тайга, лес. Чем тут еще торговать? Вот только срубами. Итак, ребятушки, началась гравийка, которую мне обещал Степан. И этой гравийки примерно 65 километров. Однако, я сначала свернул не туда, и навигатор видит здесь еще одну дорогу. Помимо этой. И теперь я, честно вам скажу, я в замешательстве, потому что у меня ощущение, что я еду не той дорогой. Дело в том, что по той дороге, если я пытаюсь ехать, навигатор строит маршрут. И если я сворачиваю на эту, он тоже строит маршрут деревни Корзуновка. Тоже через лес. То есть, он здесь видит две дороги. Какая из них хуже, какая лучше, я вообще не могу понять. Но попробую поехать по этой. Дело в том, что там дальше они вроде как смыкаются и превращаются в одну. Я не совсем понимаю, вряд ли вы тут стали в таких отдаленных местах делать две более-менее хорошие грунтовые дороги. То есть, какая-то из них, скорее всего, не существует. Либо в каком-то месте по ней невозможно проехать. Ну, Google об этом не знает. Интересная ситуация, да? Вы сидите перед компьютером или перед телевизором, в комфортной обстановочке, пьете чай с печеньками, смотрите мои видосы. А я еду на сети Кока с полностью накачанными колесами, с широкими, по Горовийке, где-то за городом. Ну, не то, чтобы за городом, вообще в какой-то тундре. Причем здесь не ловит телефон. И я не знаю, правильно ли я еду, самое интересное. И эта дорога будет хуже или она хотя бы в таком же состоянии останется. Понимаете, какие чувства я сейчас испытываю? О, у меня навигатор заговорил. Нет, тут говорит буквой Е, кстати, еще. То есть, тут как бы еще не все так печально. А, вот. Вот, похоже, что вот в этом месте смыкаются две дороги. И справа, ну-ка, давайте на нее посмотрим, по какой же дороге я собирался проехать. То есть, она тоже существует. Вот она справа есть. Вот видите, да? Вот она. А, ну, то есть, она все-таки была. Ну, ладно. Тут свиноферма. Вон там, кстати, то ли поросятки, то ли кто-то вот такие вот бегают. Вот. А я продолжаю двигаться по гравиюшечке вот этой вот. Надеюсь, местами начинается стиральная доска, которая была возле Суксуна. Я очень не люблю такую дорогу. То есть, вроде бы гравийка, но за счет стиральной доски начинает очень сильно трясти. И это пипец как плохо, ребята. Вот. Здесь вот надо будет объезжать эти места трясучие. Ну, дорога широченная. Она шире, чем асфальтовая, по которой я ехал до сюда. Ребятки, тут такой воздух, что мне кажется, что я лечусь. То есть, я еду, дышу вот этим вот воздухом невероятно крутым. И такое чувство, что у меня легкие прямо, блин, такие, о, как классно, какой воздух. Надо побольше отдохнуть. Реально такое ощущение, что я в санатории. И мне какие-то специальные ароматерапии делают. Либо вот этот вот чистый воздух. Чистым воздухом я прямо дышу лечебным. Как будто минералку пью еще. Да. Я думаю, помедленнее тут ехать. Но, в принципе, тут быстрее я не буду. Вот 35 по этой грунтовке. Нормальная скорость. И подышу как можно больше вот этим суперчистым воздухом. Суперсвежим. Обалденно круто, народ, вы не представляете. Через экран монитора сложно такое передать. Оттенки даже вот разные проезжаешь. От одного перекрестка к другому. Вот эта вся дорога, она идет вот через этот лес гремучий. И тут даже оттенки вот запаха вот этого меняются. Где-то больше соснового, где-то больше вот другого. Я не знаю, как эти названия называются. Ну, прямо дышать классно. То есть, вообще, зашибись супер. Ну и дорога, в принципе, удовлетворительна, так скажем. Опа, она, у меня встречка. Суши. Кто-то заказал суши. Мерседес-спринтер гонит кому-то суши, доставляет по такой дороге. Не знаю, не знаю. Нормально. Ну, раз спринтер здесь проехал, значит, в принципе, дорога-то неплохая. Можно прожить, тем более. Можно проехать, тем более на полноприводном сетеколке. А я думаю, все будет в порядке. Вот такой вот указатель увидел. Давайте подъедем, посмотрим, что тут написано. Территория охотничьей базы Шалинский Охотник. Смотрите, тут шлагбаум, два кирпича. Так, и даже есть план охотничьего хозяйства. Сейчас, сейчас, мы уедем сюда. А вот, карта-схема охотничьего хозяйства, большой лип, охота без разрешения запрещена. Зона охраны охотничьих ресурсов, обход 1 и обход 2. Я не знаю, что значит обход 1 и обход 2. Если среди моих зрителей есть охотники, расскажите, чем они отличаются. И почему вот зона охраны охотничьих ресурсов. Там, видимо, нельзя охотиться. Ну, вот я так могу предположить. Интересная штуковина, интересная. Так, ну, мне надо двигаться дальше. Я ловлю себя на мысли, что даже здесь, не на мысли, а на действии, что даже здесь, когда возвращаюсь на дорогу, трогаешься бочиной, включаю поворотник. Привычка, что поделаешь. Среди леса, среди гор, все равно встречаются перепады высоты довольно серьезные. Прямо вот, не на равнине мы живем определенно, не на равнине. Видите, какой крутой подъем, но на полном приводе вообще без проблем можно заехать. Но батарейка-то все равно напрягается. Впереди 9% спуск. Я его пройду на электронном тормозе, потому что по гравию я внизу. Разогнаться-то я могу до первой космической скорости, но там внизу гравий. И обычно внизу горы он нагруден грузовиками прямо сильно. И в него можно вляпаться. Вот видите, вот тут реально куча. И на этих кучах, даже на таких широких колесах, как у Ситикока, можно это, может куда-нибудь повезти в сторону. Это здесь будет фатально в этой ситуации, потому что тут даже ничего, ни скорую не вызовешь. И никого тут и не будет, может быть, в ближайшие несколько часов. Но вот за все время, пока я еду, мне попался только один спринтер, который идет с кого-то с уши. Ну, интересно, конечно, интересно. Не шоссе явно, не скоростное шоссе. Справа бесконечно зеленая луга, горы. Невероятного вида красоты. Можно фотографировать просто бесконечно здесь. Везде есть что посмотреть. Очень много зеленого цвета. И встречка, очень пыльная дорога. Едет машина. Мчит колесами крутя. Даже не видно Марку, а Субару. И, вааа, смотрите, сколько пыли, блин. Блин, я еще притормозил, чтобы эта пыль рассеялась. Блин. Смотри, аж дороги не видно. Ну, это минус, конечно, вот таких вот грунтовых дорог. Просто они пыльные. Но если бы прошел дождик, вообще никакой пыли бы не было. Однако, я думаю, если тут пройдет сильный дождик, то эту дорогу-то начнет размывать. Ребятки, я остановился на обочине, чтобы попить воды. И меня атаковали какие-то маленькие мухи, но не мошки. Они крупнее, чем мошки. А, они за мной следуют. То есть, вот они прямо, вот видите, они на объектив садятся. Какие-то мухи, причем они жужжат, как комары. Но это мухи. То есть, я вижу, что вот они вот. Вот они прямо меня окружили. Это какое-то настоящее палево. Как будто какой-то фильм-ужастик. То есть, если бы я вечером тут с этими мухами столкнулся, я бы реально испугался, что они меня съедят. Буквально вот попил воды минуты, и они слетели со всего леса. И прямо меня окружили. Что-то их какой-то запах притягивает, что ли. Или, как мне сказали, мой вайп, который от меня исходит. Вот прямо вайп. Вот такой вот указатель, ребята. П Первомайский, Корзуновка и Юрмыс. Так, ну мне, очевидно, надо вот прямо, да? Сейчас я навигатор еще проверю. Да, мне нужно продолжать движение прямо. Поворачивать никуда не надо. Идти процентный спуск, да еще и гравийный. Можно начинать тормозить уже здесь. Народ, вы посмотрите, какие тут перепады высоты. Дорога уходит резко вниз. Потом внизу лавирует. И затем, видите, вдалеке она поднимается кверху. Причем не просто вот кверху. Она тоже лавирует. Прямо как фильм про путешествие получается. Настоящий. Ребята, я умудряюсь мчать на просто невероятно крутым, по невероятно крутым горам, по гравийной дороге, по щебню на широких покрышках Ситикока. И иногда даже ловлю себя на мысли, что я думаю, в данный момент не о дороге, а вообще о каких-то левых делах. Это все уже вот эти лавирования, перенос массы, контроление, торможение, газ. Это все происходит уже на автомате. Я думаю вообще о другом. То есть дорога, она есть у него такая штука интересная. Именно у водителя. Когда пассажиром едешь такого не совсем иначе. Совсем иначе. То есть это работает. Когда едешь с водителем, мозг концентрируется на основной задаче. Основная задача это безопасность, чтобы более-менее безопасно проехать эту дорогу и выжить. И у него основная часть она как бы работает. Соответственно все стремные мысли, они отгоняются на второй план, потому что у мозга задача, чтобы сейчас вот водитель выжил. И немножко мозгово освобождается место для каких-то вот задач подумать о условках там. Поразмыслить о своей жизни. Я это замечаю в каждом путешествии. Реально народ. Но чтобы этот эффект проявился, нужно реально долго ехать по одной дороге. Более-менее вот простой. Ну километров 30-40. И только после этого появляется вот такое вот ощущение полета. И все мысли в голове очищаются. Про это по-моему Шумахер, кстати, рассказывал. Так, Корзуновка, Вагулка, Первомайский. Мне сейчас налево. Тут вот среди леса перекресток. Прикиньте, я включу поворотник. Все по-честному, ребята. Так, справа уступаем. Потому что непонятно у кого тут нас главное. Вот, и теперь... Ой, я на встречу солнышку и теперь еду. Отлично, отлично. Сейчас проверим, согласен ли со мной еще навигатор. От такой тряски у меня крепление регистратора отваливается. Но и так сломанное. И теперь еще и отваливается. Вот, интернет-то, разумеется, нет. Но тут вообще нет никакой связи. То есть, двигаемся. То, о чем я рассказывал, вот этот вот эффект. Еще раз, он возникает только если долго двигаться. Ну, или если кто на машинах куда-то на дальнях ездит. Замечаете, как очищаются мысли. И когда вот вы проедете, там 50-100-150 километров. Выходите из нее. И потом уже постепенно подгружается вот эта информация, которая вокруг вас, вы осознаете, куда вы приехали, с кем вы, что вы делаете. Кто вы такой. То есть, в процессе движения, когда мозг концентрирован на какой-то одной задаче, этот же эффект может возникать у велосипедистов. То есть, фишка тут в том, что простые монотонные действия, они очень успокаивают нервную систему, мозг и очищаются, в общем, у нас память. Это очень хорошо. Этот же, кстати, такая фишка есть у людей на производстве, там где-то на сортировке, которые делают простые манипуляции, которые всю смену повторяются. Например, там упаковывают коробки, сортируют носки. Иметь в виду вот монотонные. То есть, никогда миллион разных носков, из них надо два выбрать. А там налево, направо, налево, направо. То есть, вот так вот. Но этот эффект давно известен. То есть, это самые счастливые люди, которые такими простыми вещами на работе занимаются, еще и за деньги. То есть, просто что-то сортируют, и у них мозг при этом отдыхает, заряжается. Вот, такие дела. Такие дела. Дорога настоящая находка для битбайкера. О, тут еще и мостик будет, серьезно. Смотрите, мостик, причем, похоже, что деревянный. Вот, на мостике надо будет остановиться. И еще какие-то съезды с него. Смотрите, блин, почему, что за съезды, давайте посмотрим. Пермь, МСК, а, погоди-ка, секунду. У меня что-то навигатор говорит. Через 30 метров мне надо повернуть налево. Вы что, шутите? Тут мост. Нет, он не деревянный, он железный. Прикольно. Давайте остановимся на этом мосту и все посмотрим. Смотрите, какой классный вид народ. Металлический мост среди тундры. Настоящий. Вообще неожиданно совершенно я тут оказался. Еще два дня назад, еще позавчера, я не думал, что поеду по этой дороге. Более того, я вообще не знал, что она тут такая существует. Вот, ярко светит солнце, поют птицы, более-менее адекватная гравийка. Вот бабочки вот такие вот здесь, кстати, летают. Вот такие вот, это только одно крыло я показал, второе еще такое же. Бабочки летают. Мостик такой неожиданно классный. Самокат в нормальном состоянии, все еще едет уже, девятый день меня везет. Речка. Тут вот еще похоже, что бережок типа пляжа. Давайте мы сейчас на него зарулим, посмотрим. Места, конечно, заповедные, реально заповедные места. Но это не считается заповедником, но я себя ощущаю, как будто я уехал куда-то далеко-далеко. В какие-нибудь там, в какой-нибудь Алтай, например. Там иначе деревья выглядят, но все равно. Вообще не похоже, что я от Перми всего лишь отъехал, что там, 300 километров. То есть мне сейчас непосредственно до Перми с этой точки, ну, около 300. Да, 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 вот это виды, народ, вот это виды. Подъедем, подъедем прямо к реке. Не написано, к сожалению, что за река, а так как тут не ловит интернет, я не могу сказать, что за река. Ой, причем можно прямо в воду заехать. Смотрите, точно. Я в воду заехал передним колесом. Тут такая мелкая такая речка. Невероятно огромные бабочки летают. Не знаю, видно это будет или нет. Вот сидит сейчас, пробую к ней подойти. Блин, она улетает. Они это опасаются. И вон там еще, смотрите, они реально большие. На камеру они, наверное, будут казаться маленькие, но они не маленькие. Нифига вот. Вот-вот-вот они все. Вот-вот, одна прямо рядом. Блин, они прямо вокруг окружают. Ой. Вот-вот-вот. Но они как с ладошку. Кому ж она сядет на ладошку, нет? Нет. Боятся они. Посмотрим, что за водичка. А что, почему она такая холодная? Странно. Вроде мелкая. Видимо, она бежит среди леса, среди гор. И не видно. Солнечный свет не попадает и не нагревает ее. Вот такие вот делаю периодические остановочки. Ребята, в тех местах у нее тут камешек, которые мне показались интересными. А возле которых мне захотелось остановиться. Немножко журчит вода. Летают крупные бабочки. Абсолютно никого здесь нет. Еще раз покажу. Не ловит абсолютно. Главный поворот направо. С кем-то разговаривает. Абсолютно ничего не ловит. Но, разумеется, тут поблизости на километрах в 30 нет никаких вышек. Ну, не для кого их. Просто для медведей, что ли, их ставить. Ребята, я не перестаю удивляться местным дорогам. Смотрите, я ехал среди леса и вдруг увидел знак. Так, главная дорога направо, перекресток, видите. В лесу, на березе. Вы видели когда-нибудь такое среди леса указатель? Главная дорога, знак. И тут действительно перекресток. Не знаю, или туда теперь ехать, или вот в лес. Кто-то едет. Я рекомендую тебе, да? Да. Это вот мне направо или налево? Корзуновку или на трассу? Мне сказали, что все равно через Корзуновку будут проезжать. Можно поехать все время прямо? А, да, да, кстати. Впереди будет там Первомайская, а потом Корзуновка. Ага, а это тогда дорога, куда? Это не знаю, но можно делать. А на чем ты? Ну вот, на самокате. А, на электро? Да. Да, электрический. Куда это ведет, я не знаю. Скорее всего, какие-то угодья. Я знаю, что на трассу вот эту дорогу мы по ней ездили. Если до трассы, километров 30-40, наверное. Если до асфальта, чисто до асфальта, километров 15-40. А, ну, значит, нормально. Потому что я еду из этой, из Шали. Ну, тоже из Шали. Тоже из Шали. А что, как так? Вы просто катаетесь или что? Ну да, из Екатеринбурга. Поехали в деревню. Какой? В Тис? В Суксунске. Я видел на карте, это где-то Тис. Суксун, ключи, вот там торговище. Я неделю назад был в Суксуне и в Ключах ночевал в гостинице. Ты вообще живешь на нем, что ли? Ну, я вот путешествую, 9-й день сегодня. Да? Ага, заряжаешь. Ну, вот все кафе где-то дадут розетку, заряжаюсь. Тянешь? Зачем, ну, а что за программа такая? Это Гуру Макс. Как называется? Гуру Макс. Да, ребятки, очень здорово, что я остановился и встретил этих вот ребят на мотоциклах, на таких нормальных мотоциклах. Видели, какая у них резина, какой протектор мощный, зацепной на колесах, значит. Объяснили они мне, что и показали по карте, оффлайн-карту у человека скачанной, что мне все-таки нужно ехать сюда. То есть я так понимаю, что Google из-за того, что отсутствует интернет, он растерялся совсем. И, видимо, я не загрузил, я не загрузил эти карты как оффлайн, то есть в кэшах не скачал, поэтому он тут потерялся, растерялся. И, несмотря на то, что эта дорога есть, он ведет меня по-другой, через какие-то сельские, точнее не сельские, а охотничьи там угодья. В общем, через них я не поеду, потому что вот по карте человек мне сейчас показал, что она куда-то в другую совсем сторону дорогу уходит. Возможно, потом она выйдет в сторону вот этой деревни, которая двигалась, деревня Корзуновка, но это еще будет лишний крюк, а когда вы путешествуете на электротранспорте, то вам вот эти лишние крюки не нужны. Конечно, у меня с запасом заложен маршрут, то есть с запасами я имею в виду, чтобы батарейки мне железобетонно хватило, но если я совсем заблужусь и начну крутиться, то тогда как бы да, тогда можно обе батарейки израсходовать и еще и заблудиться в лесу, и в общем съест у тебя медведь, как там говорится, то съест у меня медведь, и все, в общем, все закончится, путешествует, а и вы-то, главное, ничего не увидите, флешки-то все у меня, да, если я их в отеле не оставил, нет, по-моему, у меня все-таки все флешки, так что вот такие дела, иногда стоит спросить дороги, не надо стесняться, ну, это как бы уже классика жанра, тем более стоит спросить дорогу, если заблудился, потерялся, и это относится, я имею в виду, не только к дороге, а вообще по жизни, надо спрашивать, интересоваться у тех, кто, у кого что-то получается уже, кто, в общем, знает, как делать. Так, один меня обогнал, скоро приедет второй, а раз они движутся в том же направлении, что и я, значит, я двигаюсь верной дорогой. вот такая вот пылюка, ребята, даже за одним мотоциклом, то есть проехал один мотоцикл, и вот такая вот пыль. За мной, кстати, тоже, у меня колеса еще шире, но пыли не так много, вот, смотрите, он поднимается в гору, и прямо за ним столб, шлейф пыли, обалдеть, но он гонит тут, похоже, 60-го, в этом Гравио, вообще опасный гонщик. А, вот второй меня обогнал, на мотоциклах они в деревню Тис, как-то так сказал, едут, в деревне Тис, и даже, честно говоря, не знаю, где-то возле Сульфонского района, он объяснил мне. Кстати, смотрите, за этим мотоциклом чуть меньше пыли, чем за кем, либо, может быть, тут дорога такая, что она меньше пылит. Да, вот где Гравия меньше, и вот где вот более-менее раскатанная, то тут все эти кокоты идет прямо вообще, не колыхнется, а вот где Гравия много, и он еще и крупный, то, получается, прямо сильно трясет. Среди леса, среди гор внезапно встречаются вот такие напиленные кучки дров, откуда они здесь взялись, интересно, конечно, может быть, это вот возле дороги расчищали, вот тут кто-то потерял палочку, может быть, их дорогу расчищали, или может быть, где-то рядом есть линии электропередач, хотя в этих краях вроде как бы не должно быть, тут просто некуда, нет населенных пунктов, и высоковольтных линий здесь нет мощных, не знаю, не знаю, он что-то на дровишке себе заготовил. Вы представляете, народ, ехать на Ситикоко 60 километров вот по Гравию, ну ладно, его по мелкому Гравию, тут еще и крупный попадается. Мне надо будет проверить болты на самокате все, после того, как я проеду этот Гравий, потому что, ну, что-то у меня ощущение, что все может развалиться, реально сильно трясет, еще и вибрация такая, которая плохо действует на болтики, они начинают откручиваться на болтики, на гаечки, на крепление кофра, ой, его можно все оторвать. Так, 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 что-то тут это движ пошел, два домика, три. Недорогая недвижимость, смотрите, какой шикарный особняк с номером 2, улицу не знаю, но номер 2. Так, тут дальше прямо вот развилка, налево пойдешь, прямо пойдешь и направо пойдешь, надо понять, куда пойти. Ребята, мы с вами вновь приближаемся к мостику, причем тут у него бетонные плиты. О-о-о, как хорошо ехать. Река Ут, с кодовым названием Ут. О-о-о, посмотрите, какой вид открывается слева, сейчас запаркуюсь. Зацените, какая там безмятежность и это что, коровы? Коровы. Стоит корова черная и бело-оранжевая, оранжевая, да? И какие тут поля, луга, это же реально даже оттенки похожи на безмятежность. Там мужик пасет стадо вот этих вот, блин, даже не знаю, кто там, барашки, может быть. Но не коровы, они слишком быстро бегают. Я остановлюсь на мостике, чтобы тут пофоткаться. Обалдеть, какие виды народ. Приезжайте в эти места. Вообще-то нет, не приезжайте. Не приезжайте в эти места, тут слишком такая дорога. Столбаетесь ехать. А вот, ребята, оказывается, я уже и доехал до деревни Корзуновка, после которой должен начаться асфальт. Есть, я доехал. 65 километров долбанного гравия среди лесов, полей и рек. И вот я приближаюсь. Вот я уже вижу границу асфальта. Давайте прочувствуйте это вместе со мной, порадуйтесь. Сейчас вот я на такой небольшой скорости заеду, чтобы почувствовать вот этот момент. Можно расслабить позвоночник. Обалдеть, как классно. Обалдеть, народ. Асфальт он такой ровный. Мне даже тормоза заскрепили. У меня сейчас пробег 998 километров, то есть скоро будет уже 1000, первая 1000 на сети Кока. Прямо по дороге переходят коровы. Смотрите тут, как они оригинально. Мужики кидают в них камни, видимо, для того, чтобы они быстрее переходили. Ну вот я первый раз, пожалуй, сталкиваюсь, чтобы коровы прямо среди дороги переходили. Так, бычок, ты пойдешь, нет? Или что, я проеду, да? Давайте я проеду, вы потом проходите. Ой, они боятся. Вы что, бояки? Кто-то потерял башмак. И еще кто-то потерял велосипед. И были к месту назначения. Отлично. Я приехал в деревню Корзуновка. Так, и тут дальше будет асфальт. Классно. Торовки настоящие переходят. Видали такое? Вот так-то вот у нас. Хотел сказать, в Фернском крае нет. Это еще Свердловская область. Видите, да? Свердловская область еще. Это вот тут. Они еще любят встать, встать на дороге, эти коровы, да? И типа вот подумать о России, вообще о жизни. Давайте проедем мимо, посмотрим. Так, включим поворотник. Мы все-таки это. Соблюдаем правила движения. Заедем. Посмотрим. Тут детская площадка. Прикиньте, среди леса, среди гор детская площадка. Избирательный участок. И да, точно, это Корзуновский сельский клуб. Прикольно. И сельская библиотека. Поверните направо. Вот такие вот виды, ребята, в Корзуновке. У кого тут есть дача, напишите мне. У меня тут есть дача, я за вас порадуюсь. Видите, там наверху комбайн обрабатывает что-то. Но уже пора собирать, конец августа. Тут реально детская площадка. Причем видно, что что-то она какая-то непопулярная. Тут даже трава не вытоптана. Либо тут просто нет детей. Какие классные поля луга. Видите, там опа-опа так. Безмятежность, лейкос. Так, ребятки, я начинаю двигаться в сторону населенного пункта с названием Русский Потам. Тут есть еще... Плавный поворот налево. Плавный, да? Поверните налево. Тут есть не только Русский Потам. Тут есть еще Верхний Потам. И, по-моему, еще какие-то Потамы есть. Ну, вот. Так так вот называются населенные пункты Свердловской области. Вот у нас только что исполнился юбилей. Тысяча километров на однометре. Тысяча километров я проехал на своем сети Коком. Меньше чем за месяц. Ура, товарищи, ура! Первую тысячу разменял. Тысяча километров видно, да? Сейчас мы с вами батарейки-то переключим. О, ничего себе! Сколько тут пыли! Смотрите! Оно что, и внутрь забилось? Нет, внутрь разъема не попало. Так, выключаем зажигание. Выдергиваем литий-железо-фосфат. И вставляем штатную батарейку. Включаем зажигание. 66 вольт. Идеально. Блин, а! Сколько тут пыли-то у меня теперь, а! Ну, вы понимаете, почему я еще без крышки, да? То есть, штатная дека-то у этого самоката закрывается крышкой. Но раз у меня нету батареи, которые можно в нее штатную положить, и есть вот эта вот батарея от колохозника железо-фосфатная, я ее просто туда положил и стяжками закрепил. То есть, можно было ее и на крышку поставить, но это уже, наверное, следующий этап, когда приобрету батарею в пол, можно будет ее там поставить, закрыть крышкой, а железо-фосфат сверху разместить. То есть, в принципе, как бы не проблема. И то, и то нормальный вариант. Дорога асфальтовая, но, видимо, тут где-то есть близко совхозы-колхозы, и что-то по ней раскидано. Видимо, кто-то что-то вез, то ли дрова, то ли обрезь какую-то и не довез. То есть, видите, прямо посередине дороги какие-то палки лежат, это вот кусок сена, непонятно, что тут происходило. Видимо, грузовик какой-то вез, хотя тут кочек-то сильных нет. Ну, в общем, подраскидало у него из кузова-то. Ну, либо с сильными порывами ветра, потому что ветер действительно сильный. Прямо местами это за руль держишься и возвращаешь самокат на траекторию, на которую надо, потому что ветер сдувает, сносит. Начинается населенный пункт, и я, ребята, вижу здесь на очень больших колесах бигфут внедорожник, что-то типа Урала, но не Урал. Затем пушка стоит на горе, и камни, камнями обложено. Что это такое? Интересно бы заехать посмотреть или зайти посмотреть, может быть. Реально там пушка, серьезно. А вот тут вот есть ступеньки. Давайте заходим, я тут запаркуюсь аккуратненько. Вот так вот. Интересно же нам с вами все, да? Мы же, у нас же не цель моментально из пункта А попасть в пункт Б, а именно путешествия, посмотреть все по сторонам, полюбоваться красотами и заценить, что тут за пушка стоит. Какая-то древняя, видимо. Тут ступеньки. Сейчас все узнаем. О, реально ступеньки. Прямо четко так сделано. Но, наверное, в дождь это все размывает, но все равно. Ну что, нормально народ путешествия или такое себе? Напишите обязательно в комментах, нравится вам или нет. О, там еще дорога уходит вдаль, ее видно, смотрите, класс. Супер. Дамы и господа, мы въезжаем в населенный пункт с названием Русский Потам. Здесь находится кафе Пельмешка, в которой у меня была запланирована зарядка. Однако, в связи с тем, что батареи мне хватило штатной, ой, не штатной, говорю, большой батареи мне хватило на 72 километра, я могу эту кафешку пропустить и шуровать сразу до следующих 40 километров. Сейчас пока я еду, так, наверное, и поступлю. Еще подумаем. Дело в том, что я пока кушать не хочу, тем более у меня с собой еще есть еда. Вот. Так что, думаю, тут просто прокатимся и поедем дальше. Но если вдруг резко меня догонит голодок, то тогда я остановлюсь и буду здесь кушать. Движуха. Движуха идет в населенном пункте. Женщина катит, девушка молодая катит колясочку с ребенком. Пацанчик в желтой корточке, четкий. Светофор мигает. Так, а мне куда надо-то? Пока все прямо. Светофор мигает. А, лежачий полицейский. Вот, блин, в последний момент увидел. Да, светофор обычно обозначает пешеходный переход, а возле него в таких населенных пунктах любят делать лежачий полицейский. Сельский клуб, смотрите. И библиотека тут же. Интересное соседство. Магазинчик визит. Вот, вышка связи. У меня тут стало наконец-то ловить Теле-2. Да, ребята, те места, которые я проезжал до этого, у меня не ловило Теле-2. Вообще не ловило. Так, а что, подожди, куда я? Почему я проехал пельмешку? Почему мне не сказал? Как вы тут живете, в таком населенном пункте небольшом? А работаете где? Я в Вахтовик. О, Вахтовик, круто, молодец. Ну, вот приколитесь, какая ситуация произошла. Я все-таки такой упертый человек, что я вернулся обратно до этой кафе пельмешки, вот до этого дома белого, и поинтересовался у ребят, которые тут с коляской, молодая пара семейная. А где же вход кафе? Блин, на что мне ответили, что кафешка-то давно закрыта, ее не существует. Понимаете, ребята, какие могут бонусы встретить на пути? То есть, понимаете, если бы я сюда подъехал уже с полностью разряженной батареями, обоями, то все, мое путешествие бы тут закончилось, потому что кафешки нет, соответственно, нигде тут не зарядиться, понимаете? Какой фейл мог произойти, блин. Я надеюсь, что кафе «Легенда», куда я сейчас двигаюсь, все-таки работает. Но я так понимаю, что там еще и ночлег, поэтому технически оно должно работать, тем более оно находится на желеной трассе. Ребята, вы понимаете, вот все просчитано, все просчитано до мулиметра, и внезапно вот возникают такие вещи. То есть, именно поэтому я и делаю резерв запаса хода, рассчитываю дорогу так, чтобы, если одна кафешка закрыта, обанкротилась или вообще не существует, чтобы я мог доехать до следующей. Поэтому возникают такие ситуации, что я заезжаю в те места, которые я не планировал заехать. Ну, просто потому, что хочется посмотреть, реально ли оно существует, это место. То есть, видите, как неожиданно. Вот если бы я сейчас не спросил у ребят, я бы был уверен, что кафешка эта существует, все нормально, а ее уже нету. То есть, ее уже нету, все. Так, тут надо уступать всем. И, значит, сейчас посмотрим. Тут, собственно, нет никого. Я не думаю, что это прямо такая движуха тут. Я не пойму, навигатор сам включается перед уротом, что ли? Я ведь его не включал. Так, по этой дороге мне нужно двигаться. Сколько? Не вижу. Солнце так слепит, что я ничего не вижу. 34 километра, по-моему. Ой-ой-ой-ой, какие тут ямы. Е-мое, надо смотреть у всех глаза. Так, телефон смотреть не буду. Буду смотреть на дорогу. Вообще опасненько, опасненько народ. Тракторишка. Тракторишка Митя едет навстречу. С фарами, все как надо. С ходовыми огнями. Внутри мужик в оранжевом жилете светоотражающем. Очень внимательно разглядывал сейчас мой самокат. Ну, видимо, диковинная техника. Редко кто ездит в этих местах на электротранспорте. Да еще и на таком. Потоциклисты. Двоем на байке едут. Помахали мне рукой. Как же хорошо, ребята, ехать по ровному асфальту. Вот, вот. Вообще, это вообще замечательно, народ. Даже на самокате с нормальной подвеской все равно лучше, приятнее ехать по вот такому асфальту, чем по любому гравию. Как бы он там ни был укатан, все равно вот такой асфальт лучше. Смотрите, какие тут интересные остановки. Вау, у них какие-то железобетонными хреновинами так сделаны, полукруглыми. Артемейково, 500 метров налево. Это населенный пункт, очевидно, да? Пожарный водоем, знак стоит. И что-то мало тут домиков. Совсем маленький населенный пункт. Приближаемся к мостику через реку, река называется Коршинка, река Коршинка, мост 27 тонн ограничения. Причем видно, что слева тут был другой мост, он остатки деревянного моста, видите, очень древние, очень древние остатки деревянного моста. Когда-то дорога пролегала по левой стороне, но сейчас она вот здесь вот. Населенных пунктов меня не перестают удивлять. Марийские Корши, или Корши, 500 метров налево, да. Вообще классные названия, крутые. Я их на карте видел, когда планировал маршруты тут вчера, когда я понял, что мне лучше проехать все-таки здесь. Да, названия классные, необычные, оригинальные. Я хочу не через трассу проехать, а заехать в сторону населенного пункта Ачит и проехать через него, или Ачит. Мне почему-то навигатор говорит, что через него на 7 минут дольше, но надо будет проверять, почему на 7 минут дольше, по расстоянию, ощущение, что меньше. Либо там совсем плохие дороги, либо он имеет и то, что там ограничение скорости будет другое. Не 90-е, как на трассе, но я все-таки хочу сюда проехать, тем более, что по ощущениям дорога тут будет, в принципе, асфальт. Ну, сейчас еще посмотрим. Так, я сюда заворачиваю. Ну, кстати, да, асфальт. А что тогда мне, зачем на трассу-то выезжать? Вот такое движение. Тогда я поеду здесь. Вот так вот. Да, ребятки, хорошо, что я выбрал вот эту дорогу. Она асфальт. Она пройдет через населенный пункт Ачит. Или Ачит. Все-таки Ачит, наверное, правильно. И длина нисколько не увеличивается. То есть, то же самое. Потом с нее заверну на трассу. Причем-то можно будет из центра завернуть на трассу, либо проехать дальше и потом завернуть на трассу. То есть, ничего абсолютно не меняется по расстоянию. Но здесь ехать, разумеется, спокойнее. То есть, все-таки гораздо меньше здесь движения автомобилей. Не летают тут фуры 120 км в час. Ну и, в принципе, новый для меня населенный пункт. Будет интересно посмотреть хоть одним глазком. Немножко проедем, так скажем, и заглянем. Как тут вообще люди-то живут. Ребята, это, конечно, неожиданно. Но тут тоже кругом горные перевалы. Прямо вообще. И еще и что-то вот тут какая-то база. Стоят такие сельхозмашины. Я даже не знаю, что это. Импортные причем. Да, вот этот Ачит находится почему-то в яме. Я думал, что это плоскость. Ну, как бы, ладно. Пусть будет так. И там еще в нем есть пруд. То есть, мы с вами, если эта дорога будет проходить рядом, проедем мимо пруда. Слева реклама металлобаза. Умелец. Строительная база. Строиматериалы. Это всегда модно. Особенно в последнее время. Все ими торгуют. Ну, в смысле, в каждом населенном пункте они есть. Потому что люди прямо строятся, строятся. Прекрасно их понимаю. Смотреть на своей земле. Это надо обязательно построиться. И вообще, чтобы все было четко так. Магазин фасоль. Шиномонтаж, ремонт направо. Мы двигаемся налево, в сторону моста. И, я так понимаю, будем переезжать мост. А стоят то ли полиция, то ли депосы. О, мост такой классный, кстати. Тут не мост, тут какая-то запруда. Прямо вообще движ такой настоящий. ТПС не стал меня останавливать. Я хотел ему рукой помахать, но кочки на дороге объезжал и не помахал. Так. Сейчас нужно будет снова налево повернуть. О, тут есть монетка. Зацените, народ. Монетка. Прикиньте, есть несколько этажные дома. Трехэтажки вон стоят. Из красного кирпича. И из панелей даже. Трехэтажки из панелей стоят. Интересно, конечно, интересно. Необычно. Так, впереди, похоже, что виднеется трасса. Или... Нет, вообще-то там недалеко еще. Вон еще один домик. Интересно, интересно, как тут. Прямо отворота трассы. И тут уже вон трехэтажные дома многоквартирные. Интересно, конечно. О, как черри. Не знаю название, как он мощно жогнул. И вон панельки трехэтажные. Интересно, пятиэтажек нет. Видимо, условия фундамента в земле не позволяют строить трехэтажки. Пятиэтажки, а трехэтажки есть. Как бы интересно. Выезжаю, ребята, на трассу Пермь-Екатеринбурга. Все-таки продолжу движение до кафе Легенда. Вот так, как у меня было запланировано. По ощущениям, по моим расчетам, должно мне хватить заряда. Вот. Но если не хватит, тогда я встану вместе со своим Ситикока. Прямо на трассе. Это будет феерично, конечно. Итак, ребятки. Я выехал на трассу, по которой двигался Свердловская область. Девять дней назад. Ну, получается, восемь. Как это все интересно. Я совсем не ожидал, что буду возвращаться именно по вот этой вот трассе. Да. Ну, вот так вот получается. Снова знак, елочка и место для отдыха. Это вот здесь вот заасфальтированная площадочка. Вот стоят фуры красные и белые. Две большие фуры и маленькая фура красная и белая. Вот здесь вот реально оборудованное место для стоянки, где можно отдохнуть. Классно, да? Да, представляете? Просто на трассе. Вот хопа и место для стоянки. Тут ни кафешек, ничего нет. Но вот чисто место для отдыха, оборудованное с асфальтом. Вот так вот, где находится верхняя Теса. То есть, помните вот эти двух мотоциклистов, которых я встретил в лесу, которые мне подсказали дорогу. Они сказали, что едут в Тесу. Вот они едут сюда. То есть, значит, они уже проехали. Либо как-то через луга, через поля подъехали с другой стороны. Ну, интересно. То есть, я что-то даже не знал. То есть, оно рядом, близко с трассой. Ребята, я еду. И впервые за поездку испытываю вот такое интересное ощущение. Волнение. О том, что доеду я до этого кафе или не доеду. Потому что одна батарея у меня полностью высажена. А на второй уже на штатные вот 54 вольта. И как бы вот она уже, это, индикатор показывает уже одну пешку. Ну, тут их две в последних. Блин, страшно. Страшно, если не доеду и встану на трассе Сити Кока. О, это будет очень тяжело толкать. О, еще километров 10 до ближайшей гостиницы или магазина. Блин, надо, чтобы он продержался и доехал. Вообще, вообще, конечно, это будет печально.